продолжим дальше разрабатывать наш сайт реализуем раздел новостей компании а для этого мы будем использовать комплексный компонент новость первым делом создаем структуру данных тип инфоблока и сам инфоблок здесь хочу отметить поле начала активности который мы используем как дата новости обозначаем что поле будет обязательным значение по умолчанию будет текущая дата на момент добавления новости также обязательное поле описание для анонса детальное описание и у данных полей будет возможно выбирать тип содержимого текст или html не забываем про доступ заменяем подписи по смыслу теперь производим настройку полей форма добавления редактирования элемента скрываем лишние поля и произведем наполнение демонстрационным контентом добавив несколько текстовых которые нам были предоставлены в случае новостей компании проблемы с подбором компонента для работы нет никаких есть штатный универсальный компонент комплексный компонент новости используем его настраиваем выбираем тип инфоблока инфоблок указываем количество новостей и страниц у нас их выводится по 8 данный компонент у нас основной вводящий контент для данного раздела поэтому в дополнительной настройкой отмечаем ряд галочек типа установить заголовок страницы указываем формат вывода даты и поля которые будут выводиться для списка указываем формат даты и поля для детальной страницы по странице навигации на детальной странице у нас не будет а будет только в списке устанавливаем галочку установить статус 44 то есть случае ошибки например указан неверный айди компонент вернет статус 44 а галочкой пока специально странице мы также добиваемся того что будет отображаться именно наша 44 верст которой мы применили есть возможность указать и другую применили параметры копируем шаблон открываем сразу страницы верстки выбираем файлы шаблона комплексного компонента такие как rss php search php и другие так функционал реализуемой ими нами не будет задействован также удаляем все шаблоны простых компонентов в папке битрис который у нас не используется комплекс компонент реализован универсально для реализации максимум функционала поэтому лучше удалять неиспользуемый код также из двух оставшихся файлов шаблона комплексного компонента удаляем вызовы всех простых компонентов кроме вызова компонент списка новостей и детальная страница новости остальные компоненты нам не нужны удаляем также неиспользуемые шаблоны списка новостей и файлы стилей которые нам не нужны применяем верстку выделив верхнюю часть списка нижнюю часть и верстку повторяющийся элемента все верстку применили все отображается так как нужно единственно постраничная навигация выглядит иначе но к ней мы вернемся позже перейдем к реализации верстки детальной страницы верстку применили проверяем все верно прошу обратить внимание что в режиме правки у нас на детальной странице имеется набор кнопок который позволяет изменить текущую новость или удалить ее или же добавить еще одну например при изменении новости вводится форма где мы полноценно можем изменить новость аналогично со списком новостей тут есть кнопка позволяющая добавить новую новость но чтобы у нас у каждой новости появилась возможность ее изменить или удалить нужно немного доработать наш шаблон я оставил закомментированным часть кода которая применялась база верстка шаблона по умолчанию код сразу в начале цикла формирует набор кнопок а закомментированный код генерирует айди которые мы можем указать к любому тегу который обрамляет весь наш элемент из списка это может быть div span и так далее тут помните что два айди у элемента мы указать не можем у нас для этих целей подходит сразу первый div теперь идем в публичную часть и смотрим что у нас и у элемента появились кнопки позволяющие каждым элементам в отдельности управлять вернемся теперь постраничной навигации вот верстка которая реализует вывод мы должны применить но у нас вывод постраничной навигации производится одним элементом массива как же нам отредактировать шаблон есть компонент system patch navigation этот компонент не вызывается нами отдельно его вызывает сама система когда необходимо но нам никто не мешает скопировать штатный шаблон по умолчанию изменить его под наши нужды в этом случае система будет по умолчанию использовать именно наш шаблон очищаем лишнее применяем верстку удаляем сразу обрамляющие тех из верстки по умолчанию заменяем на свой удаляем лишний вывод прошу обратить внимание что в этом немаленьком шаблоне обрабатывается два случая это прямая навигация и обратная навигация и плюс для стрелок вперед-назад блок основным мерам страницы обрабатываются все ситуации возможные применяем верстку это несложно на кропотливый процесс проверяем как мы правильно применили верстку вариаций много можно было ошибиться как видим у нас оказались активны два элемента что не может быть ищем ошибку в этом блоке мы зря поставили класс active выбираем для прямой обратной навигации все теперь все верно отрабатывает посмотрим как у нас отрабатывает вариант вывода ссылки все отлично а теперь проверим как отрабатывает обратная навигация а чтобы было нагляднее временно поставим вывод всего по два элемента на странице таким образом мы получим много страниц постраничной навигации все работает верно возвращаем настройки компонента назад мы протестируем работу шаблона постраничной навигации для списка новостей теперь во всех остальных случаях на сайте мы можем быть уверены что все будет работать именно так как нужно как можем наблюдать детальные страницы у нас отличается наличием get параметра в адресной строке с указанием ID новости такое решение на текущий момент является несовременным и со многих сторон оптимальным решением является использовать чипу для всех важных данных и в штатных компонентах система уже все предусмотрено достаточно настройки включить режим чипу произвести настройку как видим выполнив настройку всего в несколько кликов мы получили необходимый результат теперь никаких get параметров системе имеется широкая возможность настройки seo параметров сделаем пару настроек у тот элемента кроме вывода названия новости добавим через дефис слова новости а для анонсной картинки установим alt который начинается со слов новости компании одежда и название новости проверяем видим что картинки alt сформирован как мы хотели сформируем детальную страницу здесь все отработало как нужно продемонстрированного функционала составляет всего кроханную доля от возможностей для seo оптимизации и список новостей у нас также выводится на главной странице реализуем его используем компонент список новостей настраиваем все параметры копируем шаблон применяем верстку теперь прописываем шаблон путин на детальную страницу чтобы переход на детальную страницу осуществлялся в наш раздел новости компании а